Привет, Москва! Как вы? Во-первых, спасибо, что пришли. Во-вторых, некоторые могут знать, что я в основном занимаюсь юмором, но сегодня, честно говоря, как-то не до шуток, потому что все мы знаем ситуацию. У власти люди, которые так много и долго воруют, что мы как будто бы к этому уже привыкли, и как будто бы все равно. В России каждый день ущемляются права человека. Власть из-за лжи власти буквально горит наша страна. А уголовные дела шьются просто честным людям, которые пытаются что-то здесь изменить. Прямо сейчас, на ваших глазах. Когда честные кандидаты попытались пойти в Мосгордуму, их отбрили как школьников, хотя кандидаты пытались играть по этим правилам. Но прикол в том, что они отбрили не этих кандидатов, а всех нас, людей, которые надеялись, что здесь в теории могут быть честные выборы. Знаете, это типа как-то очень неприятно, потому что самое частое, что я слышу от критиков тех, кто критикует то, чем мы сегодня здесь занимаемся, это откуда ты знаешь, что вот эти кандидаты не будут воровать так же, как те, кто сейчас сидит у власти. И у меня ответ, я не знаю. Но самое отстойное, что мне даже не дают возможность этого проверить. Никому из нас. Вы хотите попробовать хотя бы проголосовать за кого-то, чтобы он появился в Думе? Самое неприятное, что, когда всех этих депутатов отбрили, нам рассказывают, нам не дают, не дают проявить власть, не дают избирать тех, кто бы представлял наши интересы. И когда они очень детским и школьным способом говорят, нет, они не идут, все, на что их хватает, это рассказать нам сказку про то, что мы просто марионетки, которых используют в целях чужих политических амбиций. Ребята, вы марионетки, я хочу услышать. Вы здесь проплачены кем-то? Вас устраивает такой ответ властей? В детстве я мечтал стать супергероем, потому что я смотрел мультики про них, читал комиксы, потому что они вдохновляли меня на то, что нужно бороться за справедливость, за людей, которые незнакомые тебе. И я вот вырос, и все это время сидел и просто ждал. Надеялся, что справедливость как-то сама собой восстановится в этой стране. Но знаете, я устал. И нам нужно действительно побороться и показать, что если не за нас, не за самих себя, за наших детей, которые будут жить в этой стране, потому что это наш дом. Вы согласны с этим, ребят? Да! Знаете, сейчас они пытаются нас запугать. Они шьют уголовные дела, они привозят ОМОН, закупают водометы и показывают в новостях картинки, как людям ломают ноги, которые просто вышли на пробежки. Скажите, мы боимся их? Да! Мы правда боимся людей, которые навстречу с мирными гражданами безоружными вышли все в касках и броне? Мы правда боимся депутатов, которые в ответ на мирное шествие угрожают нам силовиками и угрозами уголовного преследования? Да! Вы просто вдумайтесь! Они пытаются напугать нас тем, что устанавливают камеры, распознающие лица в митинге. Мы что, скрываем наши лица? Да! На нас нет масок. Вот мы стоим без оружия, без масок и говорим, мы не проплачены никем, мы не экстремисты и не преступники, мы просто граждане. Хватит врать нам про то, что мы и есть злодеи. Россия — это наш дом! Вы согласны? Да! Я уважаю каждого, кто пришел сюда, кто не побоялся. Я уверен, что все из вас читают новости и 300 раз подумал перед тем, как выйти сюда, потому что всем угрожают... Ну, очень частая история про то, как заводят уголовные дела тем, кто просто бросил бумажный стаканчик, угрожают увольнениями с работами, отчислениями из университета. И тем не менее, вы — сознательные граждане, и я горжусь вами, и я горжусь тем, что я с вами живу в одной стране. Спасибо большое! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте вернемся к делу... Субтитры создавал DimaTorzok